Ноги не гнутся, руками с трудом может помочь себе одеться. Андрей Толунов уже почти 20 лет передвигается и разговаривает с трудом. Нормально существовать ему мешает старая травма и обморожение. Несмотря на сложности, мужчина старается заниматься спортом и ведет здоровый образ жизни. Помощи у других не просит, но в прошлом году не смог скрыть проблемы. Изначально я обратила внимание на человека-инвалида. То есть он заметно практически плохо ходит, поэтому, конечно, привлекает к себе внимание. И с этого началось. В один прекрасный момент человек подошел и просто при вопросе, как дела, сказал, что просто голодает, потому что не хватает денег. Активная старшая по дому своего подопечного поддержала. Начала выяснять, почему Андрей, инвалид третьей группы, не получает помощи от социальной службы. Я где-то летом, скажем, в августе обратилась через соцсотрудника, который обслуживает других пенсионеров моего дома. Я собрала пакет документов и пару месяцев ждала ответ. После чего соцработник сказал, что нет, в третьей группе соцслужба не обслуживает этих инвалидов. И в очередной раз, когда уже ближе к зиме, в декабре, я обратилась в администрацию тоже. Как же так и чем мы можем помочь вообще, как такие люди выживают без нашего участия, рядовых соседей. Выяснилось, что оказывается нет, положено тоже определенные позиции какие-то по обслуживанию. Например, полымать, по-моему, не ходят они в магазин, но полымать и помогать по хозяйству, вроде как это их обязанности, они берут его на обслуживание. Пенсия у Андрея меньше 5000 рублей. Две с копейками ему доплачивают за инвалидность. Со всеми доплатами получается около 8000 рублей, около трети из которых уходят на коммуналку. На вопрос, как старший по дому, почему долги, вот и возникла тема, что у человека очень маленькая пенсия, что у него, я так полагаю, не соответствует инвалидность его заболеванию. И потихонечку стала обращаться в социальные службы, вопросы задавать, медикам и так далее. Работать Андрей не может уже давно, соответственно, и стажа у него не хватает. Отсюда маленькая пенсия. Родственников нет, поэтому некому и поддержать, кроме соседей. Здесь люди так-то помогают друг другу. И друзья вроде кто-то есть, и тоже вроде как приезжают, что-то привозят. То есть, я так понимаю, если бы не вот это окружение людское, потому что я знаю, что и соседи там лишний раз сходят за хлебом, помогут. Там у меня свои огороды тоже помогают излишки и помидоры, огурцы. Но опять в летний период, зимой сложнее гораздо это всё делать. Светлана Бегутова обращалась и к медикам, чтобы Андрею изменили группу инвалидности. Тогда и пенсия будет побольше. Однако вердикт был прежний. Группа третья работать может. Соцработники, которые после обращения в администрацию района всё-таки начали приходить к мужчине, исходя из рекомендаций медиков оказывают услуги строго по плану. Моют полы, но в магазин не ходят. А спускаться с четвёртого этажа Андрею тоже очень непросто. И по мнению старшей по дому, соцслужбы могли бы проявлять большую заботу о своих подопечных. Ведь они работают с особыми категориями граждан, которым порой просто некому помогать. На поиск, на поддержку, на проявление какой-то инициативы, я считаю, вообще нулевые. Полномочия у них все есть, возможности есть, доступ есть, списки, я не знаю, всё есть в их руках. Только взять инициативу в свои руки и действительно там по конкретному дому пройти, по этим пенсионерам, это вообще, я считаю, не проблема и время много не занимает. А именно вот как социальные работники проявить себя и, может быть, даже что-то, какие-то новшества ввести. Наверное, всё-таки у нас нет инициативных людей в этой области, если не сказать больше. Директор комплексного центра социального обслуживания Елена Соболева поясняет, для того, чтобы соцработники пришли к человеку, необходимо обращение. Поэтому на Андрея обратили внимание после того, как его судьбой занялась старшая по дому. Мол, раньше для этого не было основания. Но ведь неизвестно, сколько вот таких инвалидов или пожилых граждан, которые одиноко голодают, существуют на мизерную пенсию. Все они есть в списках социальных структур. Но никто не проверяет, жив ли этот человек, не погиб ли от нехватки еды, может ли встать с постели. Наверное, настоящий социальный работник в этом и проявляется, когда заходит к нуждающемуся человеку по зову души, а не для исполнения пункта договора, и не после кипиша, поднятого неравнодушной соседкой. Конечно.